Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Преображение» в студии Наталья Драчева. Сегодня мы расскажем о том, как в Челябинске отметили Собор Южноуральских Святых. Коротко о главном. Частица мощей Блаженной Матроны Московской в Челябинске. Верующие смогли поклониться любимой святой. Торжественная литургия в Свято-Семеновском кафедральном соборе. Службу возглавили сразу восемь архиереев. С песней о России праздничный концерт в зале камерной и органной музыки Родины. День святых Челябинской митрополии в этом году пришелся на воскресенье, 16 октября. Настоящим подарком для южноуральцев стало принесение частицы мощей праведной Матроны Московской. Святыня прибыла из Тольской епархии, Родины Блаженной Старицы. Митрополит Челябинский Миярский Алексей, Духовенство и прихожане встречают ковчег с частицей мощей Матроны Московской. Из Тольской епархии святыню привезли в канун празднования собора южноуральских святых. Святая Блаженная Матрона, она очень почитается нашим православным народом. И я считаю, что в эти дни очень отрадно для нас, чтобы по благословению Святейшего Патриарха в наш город привозят мощи Святой Блаженной Матроны. К ней люди обращаются с различными просьбами. Она является очень почитаемым среди наших православных угодницей Божией. И мы знаем, что к ее мощам, которые почивают в Свято-Покровском женском монастыре в городе Москве, стоит всегда очень большая очередь народу. И для наших людей очень важно, чтобы они имели возможность прикоснуться к этой святыне, помолиться в эти дни, попросить Блаженную Матрону о помощи. Потому что у нас есть о чем просить, есть о чем молиться. В день приезда святыни южноуральцы спешили в Свято-Симеоновский кафедральный собор поклониться любимой святой. Мы просим ее всегда в своих нуждах. И она нам помогает. В Москве бывала Покровская монастырь. То есть Матронушка всеми почитаемая. Там всегда очереди к ней. Ну и помогает. Сказала, что будет нам помогать во всех бедах наших. Роман из Челябинска привел в собор сына Ярослава поблагодарить Матронушку за исцеление. Рассказывает, 15 лет назад также пришли в Свято-Троицкий храм, когда привозили мощи Блаженной. Тогда у мальчика сильно болели ноги. А сейчас он даже играет в футбол. Все, он маленький у нас был. Годик вдвоем был. Все, его запустили. Да, большущая тогда очередь была. Он с мамой зашел и все. Ну, как бы не знаю. Сейчас вот вроде бы все нормально. Ковчег с мощами Блаженной Старицы установили в центре Свято-Симеоновского кафедрального собора. Рядом с иконой собора святых Челябинской митрополии. Все ночное бдение с литьей вместе с ладыкой Алексеем возглавили митрополиты Екатеринбургский и Верхотургский Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий. В этот вечер архиереи и клирики Челябинской митрополии возносили молитвы Южноуральским угодникам Божиим и Блаженной Матроне Московской. ПЕСНЯ 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 Постепенно все верующие смогли приложиться к иконе святых Челябинской митрополии и ковчегу с мощами Матроны Московской. ПЕСНЯ 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 Священнослужители разных приходов непрестанно совершали молебны с чтением Акафиста. Южноуральцы заполонили всё пространство во дворе свято-семеновского кафедрального собора. Снаружи и внутри храма стояли в несколько плотных потоков. Несмотря на будние рабочие дни, готовы были терпеливо ждать в надежде поклониться Матронуше и попросить ее святых молитв. Простенькое платьице, беленький платочек На иконе старится ласковый цветочек Добротой сияет лик, светом озаренный А в душе мольба и крик к Богу устремленный И под летним солнышком, и в метель зимой Все молитвы звучат у ее иконы В день Святых Челябинской митрополии Торжественная литургия состоялась В Свято-Семеновском кафедральном соборе При большом стечении верующих южноуральцев Богослужение возглавили 8 архиереев Русской Православной Церкви 16 октября, в день празднования Собора Святых Челябинской митрополии Сон архиереев совершил литургию В Свято-Семеновском кафедральном соборе Богослужение возглавили Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор митрополит Екатеринбургский и Верхотургский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексей, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Магнитокорский и Верхнеуральский Зосима. Несколько лет назад стало известно, что здесь, на Урале, некоторые священнослужители во времена гонений пострадали. И они прославлены Церковью как священно-мученики. И поэтому священно-начальним Церкви было принято решение создать особый праздник – День Святых Челябинской митрополии или День Южноуральских святых. И вот эти наши земляки, которые прославились здесь, на земле, своей святостью, своим подвигом жизни, своей мученической кончиной, они входят в этот собор. И как к нашим пристным, как к нашим близким людям, мы, конечно же, обращаемся к ним с нашими молитвами. Потому что кто нас может услышать скорее, чем наши родные, близкие земляки. Празднование в честь святых Челябинской митрополии появилось в календаре Русской Православной Церкви в 2020 году. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в собор Южноуральских святых были включены священномученик Александр Миропольский, священномученик Павел Соколов, мученица Пороскева Кочнева, священномученик Петр Беляев, священномученик Петр Смородинцев. Во главе собора Челябинских святых местоблюститель Патриаршего престола священномученик Петр, митрополит Крутицкий. Он был казнен в Верхнеуральске 10 октября 1937 года. После 12 мучительнейших лет с 1925 года находился он в заключении. И с 1925 года после смерти святейшего патриарха Тихона его принуждали отречься от местоблюстительства Патриаршего. И он, больной, но не сломлен, переходя из ссылки в ссылку, из тюрьмы в тюрьму, каждый раз отказывал своим мучителям, говоря, что это в Верхне Церкви учину бедствия. Он остался верен до смерти и пострадал как мученик в страшный 1937 год, когда было казнено только в этом году 90% всего духовенства, которое служило на территории Челябинской области. В живых остались буквально единицы. Во время литургии Михаил Левинский был посвящен Сан-Диакону. В конце литургии священнослужители вознесли молитву собору святых Челябинской митрополии и пропели им величание. Затем совершили молитву Блаженной Матроне Московской, ковчег с частью мощей которой был принесен накануне в Свято-Семеновский кафедральный собор. Во время службы верующие имели возможность приложиться к мощам Блаженной Старицы. Сегодня Пасха здесь, на Южном Боро, и мы рады войти в Радость Господа своего под торжеством, божественной славы, обриском которой является каждый из святых, которого мы сегодня торжественно чтим. Митрополит Евгений подарил Владыке Алексею образ царственных страстотерпцев и поздравил с празднованием собора святых Челябинской митрополии. Я бы хотел передать вам, вашей партии, областям наших, Екатеринбургских дней, ваших и всех наших, просто всех, всех этих, всех этих, всех этих страстотерпцев, с надеждой, что вы будете напоминать, что здесь, у нас. В ответном слове митрополит Алексей сердечно приветствовал гостей и прихожан в торжественный для Челябинска земли день. Я сердечно благодарю всех за сегодняшнюю молитву, за вашу любовь к церкви нашей православной, за вашу любовь к нашему патриарху, за вашу любовь к нашему отечеству. Спасибо Господи. В эти непростые времена мы должны очень сильно молиться и должны являть однозначно единственными. Владыка Алексей напомнил, что 10 лет назад образовалась Челябинская митрополия. Она включает 4 епархии. В связи с юбилеем и ко дню памяти Собора Южноуральских святых, архипастрь вручил медали Челябинской епархии Русской Православной Церкви за усердное служение первой степени, епископу Златоустовскому и Саткинскому Викентию и епископу Магнитогорскому и Верхнеуральскому Зосими. Награды Святейшего Патриарха вручили людям, которые трудятся на Ниве Церковного Просвещения Наталье Владимировне Парфентьевой и Николаю Павловичу Парфентьеву преподавателям Южноуральского госуниверситета. Весь день 16 октября в Свято-Семеновском кафедральном соборе не смолкала молитва. Священнослужители разных приходов Челябинской епархии по очереди служили молебны и читали Акафист Матроне Московской. Завершился праздник Южноуральских святых концертом в зале камерной и органной музыки Родины. Таисия Румянцева учит школьников народным промыслом. Поделки из бересты, игрушки, тканые коврики создали ее воспитанники. Педагог уверяет, люди, которые испокон веков жили на Урале, такими предметами пользовались в быту. А значит, современные дети сохраняют старинные традиции. Это два мальчика делали, вот это делал Миша работу. А вот здесь вот даже уже вы можете увидеть, что она применяется по назначению. Здесь вот есть горох. То есть в ней можно хранить, можно огурцы солить. Но, конечно, мы это не делаем, потому что это выставочная работа. Но, в принципе, ребята понимают, что изделия, которые они делают, они могут украшать их быт, передавать традицию. И, в общем-то, ценно для них и для родителей. Выставка Центра народного единства открыла праздничный концерт ко Дню Челябинских святых в зале камерной и органной музыки Родины. Здесь же предложили свои творения мастерицы из социального отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора. Сами своим трудом девочки вот это все делают. Устраиваем ярмарки два раза в год. Вот сейчас представилась возможность здесь представить наш собор. Собравшихся в зале приветствовал митрополит Челябинский и Миярский Алексей. От своего сердца хочется поздравить вас с этим двумя знакомым, с десятилетиями Челябинской митрополии и с праздником Южно-Уральской святых. Пусть по иммунителю Господь хранит нашу благословенную землю, и Господь хранит наш великолепный кратко, который меняется с каждым годом в лучшую сторону. Праздничный концерт открыл хор народной музыки «Песни Урала». Коллектив создан педагогами Челябинского института культуры. В этот вечер исполнители пели о красоте России и нашей малой Родины. После выступления хора зрители увидели музыкально-пластический спектакль «Мальчик у Христа на елке» по мотивам известного рождественского рассказа Федора Михайловича Достоевского. За событиями в Челябинской епархии следите вместе с нами в телеграм-канале «Православие на Южном Урале». А наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok